Мы с вами пришли в Тимирязевский район, где проходят Астрадамская улица и Астрадамский проезд. Я думаю, что имеет смысл не делать отдельные передачи про улицы и проезд, а рассказать о них вместе сразу. Тем более, что они проходят рядом и персекаются друг другу, так улица проходит, так проезд. Если, допустим, посмотреть со стороны улицы и Астрадамский проезд, то вместе улица и проезд образуют крест. Так вот идет проезд, а, соответственно, вот таким образом идет улица. Таким образом, витязь почти пропал, но только по площадке. Ну, вещь, какая-то аналогия. Очень дипобийно и необычное для нашего полка название. Очень премудрое. И этот и корр, на самом деле, до конца неизвестен. Можно было, должно быть, какое-то интересное название. Вот эти улицы и перелок. На этот счет есть две основные версии. Первая версия связана с тем, что Астрадамская улица, соответственно, предскаженное название слова Амстердам, город Кидерландов, Голландии. Вот, и такое название, да, соответственно, было дано, потому что Петр Первый в своих письмах иногда описал место Астрадам, Астрадам. Ну, скажем так, как мертвый коверник. Да, может быть, имя очень приятное по названию Астрадам, но для него, как-то было бы мира Астрадам. Ну, и так вот назвать. А дело в том, что почему он ненавидит? Потому что именно здесь, ну, опять же, Кемиряйский район, Кемиряйская академия, тут все, все, практически, связано, почти все улицы, так или иначе, Кемиряйская академия. Или назвать все деятели Кемиряйской академии, как-то, так или иначе, подносятся, ну, начиная с самой Кемиряйской улицы, которую, в общем-то, многие, так или иначе, умыкают, порядок, походу. Район называется Кемиряйский. Так вот, в начале 18 века Петр Первый здесь основал. Кемиряйская академия, сельскохозяйственная фирма. На эту улицу, да, вот Кемиряйская академия, которая рядом нам нужна. Сельскохозяйственная фирма по образцу тех, которые он видел в Голландии. Он, например, в Голландии, великое посольство, он любил в Европу, да, и перенимался в России, и всякие там обычаи, быт, какие-то новинки. Вот, и как же пытаться, соответственно, насадить эту, да, на нашей российской земле. Ну, вот, пытался также сделать и фирму по образцу тех, кто он видел в Голландии. Ну, и, соответственно, поэтому он в Стердамент. Да. Вот, и поэтому, поскольку недалеко он пытался эту фирму делать, как он в Стердаменте, вот и улицное название Астрадамская. Ну, а вторая версия, соответственно, связана с тем, что тут была еще довольно давно, в Гребске, по крайнейшим, 16-х, как Астрагонова или Астраганова. Астрагонова или Астраганова, который затем трансформировался, вот это Астрагонова-Астраганова, в 18-м веке, всего Астрадамова. Вот. Ну, так бывает, да, когда название немножечко, как бы, и делается, и, соответственно, и, так же, похожее, но, если что-то, Астрадамово, до 2-х, когда это место было в Подмосковье, да, до начала 20-го века, 15-го, 15-го. Может быть, это так. Ну, это, опять же, две самые такие главные вещи. Правда, это так, и была какая-то еще, в Гребске, на побудивших, в любом, причине называть эти вещи, нужно сказать, что это не было. Что касается первой Острадамской улицы, то до 1922 года она называлась не улицей, а переулкой. А в 1922 году, вернее, в 1922 и по 1937 год, она называлась второй Острадамский тупик. И, кстати, это более правильно название, чем улица. Это тупик, хотя, конечно, он довольно большой. Не то, что мы видим, допустим, в центре города, когда он буквально сотня-другая метров, а то есть 5-7 метров, да, и вот здесь тупик нет. Здесь, там, где тупик имеет улица, но заканчивается она в тупик. Там тупик проходит от проезда соломенной сторожки, потом пересекает Острадамский проезд и заканчивается она в тупик северного административного округа. То есть, фактически, есть тупик дальше, что дорожных движений нет. То есть, на улице Лучейкича или на Семерязевске машина не может. Там просто тупик. Ну, сеть на улице может пройти, понятно, но именно как таковая улица, если вы имеете в виду автомобильные двери, проезжую часть, да, ну и структуары, они заканчиваются по тому, что там уже такие будут просто дорожные. Ниточные, да, просто народные тропы, да, где идут на разные улицы. А то есть, это все тупик. А вот, почему второй Острадамский тупик, ну, можно понять, вполне полагать, что был, конечно, тогда же первый. Острадамский тупик, ну, где он сейчас есть, я сейчас его уже нету. Где он проходил, так сложно. Ну, наверное, очевидно, он просто был застроен дома, чтобы забыть на этот город. Вот, что касается Острадамского проезда, то он, скорее, как раз на проезд. А это именно улица. Вот, потому что она состроена двух сторон и проходит по улице Лучей, честно говоря, ядерская улица. Это, по сути, больше похоже на улицу. Ну, крайне точки, не переулок. Но никак не на проезд. Вот. Он, соответственно, в 1929 году, вот этот проезд назывался первый Острадамский проезд. Ну, соответственно, сейчас просто Острадамский проезд. Ну, наверное, ему, опять же, кроме первого проезда превышал, наверное, второй, а может и даже третий, тогда вполне возможно. Была какая-то другая сетка улиц. Ну, опять же, скорее всего, он был заодно. В общем, как прошло. Значит, что касается, я бы сказать, в общем, в целом, то все эти проезды улицы – это жилищно-социальные группы. То есть тут они живут дома и немножко там социальных объектов. Одно жилничество, не промышленное, ничего такого, не параков каких-то. Но вот одно жилотное жилотное. Значит, причем, значит, на улице Острадамского находятся три детских садов и, соответственно, жилые дома. А на проезде находятся, кто право, теме разница в школе родины, находится школа и, собственно, тоже жилые дома. Значит, что касается жилых домов, то на улице находятся четыре детские каждые, детские 12-этажные дома в основном. Вот причем преобладают детские этажки, как во многих районах. Есть, да, и все, но 50-60-х годов последствия. Ну, то есть ранние советские. Ну, или ранние советские, средние советские. Ну, в общем, скажем, в то время, когда четыре-этажки, в том смысле, в 10-е, 60-е годы, это вот такой расцветский этаж. Потом уже строили риф. Соответственно, есть 1-16-этажный дом. Если будет на вторую группу построить, понятно, установили и повыше. И, кстати, иногда раз этот дом находит на пересечении Садамского и Садамского правительства. И, соответственно, один, это совсем недавно построенный, современный дом. Четырдесятэтажный дом. И, кстати, он тоже находится на пересечении на Садамском муниципале, или только в другой стране, с противоположным местным течением. Вот. Это уже 2014 год. Постройки. Построен он на месте завода «Зеноплат». Друг завода. Ну, как сейчас у нас сейчас бывает, вот. К сожалению. Вот. Что касается проезда, то помяну, почему-то еще есть только два дома жилых, 10-этажки. В начале причем проезда первые три. И, недавно построенный, относительно недавно построенный, современный комплекс, который, тридцатиэтажный, который называется «Северные ворота». «Северные ворота» это 2005 год. По другой, кстати, по проездам, рядом с управой Северной района, это, конечно, объеменант улицы проезда, его видны. Так и называется по-моему, «Северные ворота». Почему-то две дома, то есть, тут ситуация такая, что очень много домов, которые идут по отродамскому проезду, чьются по отродамскому. Вот. Это, ну, там, два дома, да, по проезду, но это все. А остальные дома, они тоже идут, тридцатиажный остановок, но они почему-то чьются по отродамскому, хотя они яркие, такие многие проедут. Вполне возможно, это связано с тем, что все-таки его назвали в 2018 году, как они назвали, да, ну, может быть, просто как-то не привязать к этому проезду, то есть, намного раньше все это было, то есть, а четвертый выбор, примерно, ну, как-то к ней они и привязаны. А уже потом отвязывают из данного пригода, по-моему, это намного страшно. Вот такая ситуация. Интересно еще такое заброшенное здание, которое, опять же, находится на отродамском проезде, но числится по отродамскому улице, в том деле, а это здание лучшей котельки. вот, которое, ну, как бы, отобрал дома, там, а потом, когда делали, соответственно, уже дома на газ, то ее, соответственно, передали гиперимене какому-то, ну, а, соответственно, потом и вовсе забыл. До тех пор, это такое двухэтажное здание, например, причуде, поезда, оно так заброшенное стоит, довольно страшное здание, прямо по середине переулка. проезда здесь проезда части. вот это, наверное, самое главное. значит, куда, в принципе, довольно далеко от метро находится улицы проезд, прежде всего от метро Темирязевска, от метро Темирязевска, значит, на проезд Соломиной-Сторожке будет такая основка театр «Золотая корона», по-моему, так это называется, который находится как раз на Темирязевском улице, это театр, но основу на проезд Соломиной-Сторожке. И вот, собственно, прям как раз попадем мы собственно под начало Сардамского пути. Также можно пройти по проезду. Кстати, трансфульса заканчивается достаточно желательно, то есть она здесь тогда уже наконец, вот такой, с первой культуры, а сзади, здесь слева находится теннисный пост, еще у нас в последнем обществе дальше, соответственно, в кадетскую школу-интернет, а приеме, прям на носку, будет смотреть дом-музей только в день и в училище. В стадии он там был бог да бред, но, соответственно, до ним уже все училище. Так что, в общем, такая красивая зеленая сло, дорожка, стамейки для отдыха, с площадками, с портом. В общем, все очень красиво в этом плане. В общем, будет все довольно такие, зелень рукопаев, много зелени, зеленый зон, такие красивые, тротуары с двух сторон, движение там не очень сильное, в принципе, поэтому, я бы рекомендовал по ним прогуляться. по Стадамскому, допустим, проектовой месторов, до конца первого культуры, можно потом по улице Лечо погулять, дальше там выйти, допустим, Чуксин-Тупик, флотовня Гражданская, проектовый вокзал. В общем, варианты есть, достаточно много вариантов, поэтому, я бы рекомендовал эти улицы, для прогулок, какие-то такие, ну, не то, чтобы тебя взаменил, и, понятно, не диагностично, но, в общем, очень, достаточно неплохие для тебя прогулок. Ну, конечно, что-то такого интересного и напоминать на них. Приятных прогулок, еще до новых встреч, на лучших москвах.